Динамо 2004 Команда уже начала свои тренировки, ведь совсем скоро ребята стартуют в очень важном турнире юношеской футбольной лиги 1, победитель которой будет участвовать в юношеской футбольной лиге чемпионов. Ух, как быстро летит время! Два года назад мы этих ребят уже снимали, а сейчас они самые старшие в академии, флагман динамовского футбола, все должны на них равняться. Давайте пообщаемся с ними сейчас, что изменилось за эти два года и как ребят настроены на выступление в UFL1 в будущем сезоне. Филипп Александрович Соколинский, главный тренер команды Динамо 2004. Ну совсем скоро уже месть примерно остался до старта в UFL1. Какие-то есть уже задачи на будущий сезон? Задачи есть определенно, да, что футболисты у нас росли, выигрывали, становились сильнее, попадали в командный мастеров в комплекс задачи. Есть главенствующие, есть которые ставим по шагу, чтобы идти в кончик, подаваться. Попадать в лигу чемпионов, выигрывать первые места. Ну что, Леон Зиндензаль, какой у тебя рост? 1,87 метра. Все, 5 сантиметров уже выше, чем я, но я пока что пошире. Ну что, Леон, надеюсь, что все твои болячки, они позади. Скажи, как у тебя здоровье вообще и настрой на будущий сезон? По здоровью отлично, полностью восстановился, нога зажила, настрой только положительный. Думаю, мы должны сейчас полностью выкладываться на сборах, чтобы занять строчку как можно выше в турнирной таблице. Ну, ваш тренер сказал, первое место, юношеская лига чемпионов. У тебя такие же задачи? Да, у нас только первое место задачи. Степан Обрывков, нападающая команда «Динамо-2004», кстати, впервые на нашем YouTube-канале, совсем недавно в команде, но, в принципе, уже практически год прошел, освоился. Да, здравствуйте. Спасибо, все хорошо, да, отыграл полсезона, сейчас прошел отпуск, вернулись. Продолжаем, начинаем точнее подготовки к новому сезону. Итак, Евгений Ибрагимов, я, к сожалению, не могу назвать позицию, он и защитника играл, и полузащитника играл, мне кажется, и вратаря может сыграть. Какой настрой на будущий сезон? Боевой, конечно, победитель, задача. Сейчас будем готовиться на сборах, очень укорно. Тренировки намного тяжелее, чем были в том сезоне. Ну, готовимся. Так, тяжелее, уже первые же тренировки тяжелее, чем в прошлом сезоне. В чем именно отличие? Скорость другие и интенсивность более высокая. Я вот впервые так схвател, конечно. Ну, мы видели, ты специально водой себя налил, чтобы потом в камеру сказать, что ты схвател. Ладно, это все шутки. Итак, Дмитрий Крупадеров, кстати, так же, как и Евгений Ибрагимов, в футболе способны сыграть и в атаке, и в защите. На ворот тебя еще не ставили? Нет, пока нет. Нет, пока нет. Хотел бы, кстати, сыграть на какой-то новой позиции для себя? Да, я думаю, я на всех позициях уже играл. Ну, в «Динамо» я больше играл крайнего защитника нападающего. До этого я играл и в центре, и крайнего, и центрального нападающего. Центрального даже защитника бывало. Так что для меня новой позиции нет, кроме как уртаря. За своей статистикой следишь, сколько успел забить в предыдущем сезоне? Конечно, думаю, как любой нападающий. Хочется забивать больше. Для этого надо тренироваться. Сколько забил ты? Семь. Довольно этим результатом? Нет, конечно, хочется всегда большего и лучше. Так что надеюсь, что в следующем сезоне забью больше и буду приносить пользу команде. Какие все-таки у тебя личные задачи на будущий сезон? Ты основной футболист. Закрепиться и в будущем сезоне, или пойти уже далее на повышение? Ну, конечно, закрепиться сначала полностью в составе, на позиции, которые скажет тренер. Ты на любую можешь сыграть? Да, ну, не знаю. Кстати, какая твоя любимая? Не могу сказать, куда поставить тренинг. Не, ну давай, я селюсь. Не, 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 не. Ну, если в дальнейшем, если повезет, то в молодежку все получится. Заметили, когда Женя об этом говорил, он ударил себя по сердцу, слева же сердца, где еще эмблема динамовская находится. Кстати, у меня тоже теперь находится. Это так необычно. Ну, а все-таки где тебе удобнее? Мне удобнее больше на фланге играть. Ну, именно ближе к обороне? По схеме с пятью защитниками сыграешь латерали? Ну, видите ли, я люблю просто атаковать больше, но я не могу сказать именно защитник или нападающий, потому что у нас такая схема игры, что у нас и атакующие игроки, и фланговые бегут вперед, и также крайние защитники подключаются. Так что я не могу выбрать, что для меня удобнее. Скажите, в каком состоянии сейчас команда, сколько травмированных, есть ли их новички в команде? Просто, чтобы наши зрители знали, что ожидать от вашей команды в будущем. У нас не доехал еще один футболист, Ваня Зазвонко, но он там чуть-чуть приболел. Тем не менее, сейчас устанавливается, но должен к сборам подъехать. А у Львии Бабаев сейчас после операции сделать себе нанос-операцию, чтобы сильно не рос у него. Потом у нас Олег Донсков немножко с ногтями неудачно, что-то там педикюр сделал в отпуске. И в целом все остальные здоровы. Какие личные амбиции, все-таки, стать лучшим бомбардиром? У нас вот в ЮФЛ-1 в прошлом сезоне лучший бомбардир из нашей Академии Матвея Вокснов. Или какие-то более глобальные мечты? Ну, на данный сезон, если ставить цели личные, то, конечно же, хочется выиграть гонку бомбардиров. Дальше хочется с командой выиграть турнир, который поставил перед нами тренер. Попасть в юношескую книгу чемпионов. Что, к сожалению, мы надеемся в прошлом году команде. Будем тренироваться и стараться достичь. Жень, слушай, есть все-таки такое мнение, что те футболисты, которые много разговаривают, ну, после матча и так далее, они, ну, скажем так, на поле не так хороши, как в медийной сфере. Ты был тем футболистом, который прекрасно себя проявлял и на поле, и после практически каждого матча домашнего и на УФЛ отвечал на вопросы корреспондентов. Как ты считаешь, вообще вот важно вот это все совмещать или достаточно просто хорошо себя на поле проявлять? Спасибо, конечно, я за такое, за комплимент. Это я специально сказал, что ты раскрылся, какой-то зажатый пока. Да нет, ну, я не знаю, возможно, это как часть уже профессии футболиста. Конечно, надо там на публику говорить, но я не очень сильно люблю, я больше... Слушай, вас все спросить, вы все не любите. Ну, кто-то же должен делать, кроме Автема Зюба в нашей стране? Тренер просто посылает постоянно. Да? Ну, говори, да. Я большинство его слов копирую, конечно. А, то есть он сам говорит еще через себя что-то передает? Женя Ибрагимов сказал нам вот уже о том, что очень тяжелые тренировки, именно вот с самого начала, после вашего выхода из отпуска. Тебе тоже кажется, что тренировки сейчас более тяжелые, чем были раньше? Я не думаю, мы просто тренировки втягивающие. Мы отдыхали три недели, не было у нас каких-то особых физических нагрузок. Были, конечно, индивидуальные задания, которые нам скидывали, но при этом это просто командная... Сейчас идет командная подготовка, поэтому нам тяжело. Высокая естественная нагрузка с паларами. Вот недавно у нее тест был. И я думаю, это не из-за того, что тренировки тяжелые, просто мы еще не вошли, полностью не вошли в рабочий рит. Вообще в прошлом сезоне в UFL 2 было много травм, из-за чего концовку, ну, скажем так, смазали уже, как-то разговаривали с медицинским штабом по этому поводу, чтобы в будущем таких проблем в команде не было. Ну, травмы в основном они механические, они были с мышечными, там, не какие-нибудь серьезными проблемами. Не так много их было. Да, там, кто-то, Леон, там, не знаю, ногу сломал. Все, у кого-то там ковид был, у кого-то еще что-то. Но не скажу, что прям это была какая-то комплексная история, где мы выпали из-за того, чтобы неправильный процесс построен был, неправильно что-то там останавливались. Хотя в любом случае футболистам стоит обратить внимание на свое отношение, к тому, что игр будет достаточно много, тренировочный процесс будет более уже интенсивный, будет по-взрослому много чего выстроено. И в плане питания, восстановления своего надо будет попрофессиональнее относиться. Я думаю, что они к этому придут уже в этом году, потому что в том году мы все это закладывали, разговаривали с ребятами, это необходимо, еще не все понимают, так как возраст такой, что бурчат. Да ладно, если я не поем котлеты, что я не забью гол, или картошку фри съем, что я передачу плохую отдам. Но к этому они приходят потихонечку, мы им об этом говорим. Далее становятся умнее. Мы будем надеяться, в следующем сезоне будет больше побед, меньше картошки фри. Это был главный тренер команды «Динамо-2004» и Филипп Александрович Каменский. Слушай, сейчас плюс 35, плюс 36 иногда бывает. Мне кажется, что в Москве такого не было лет шесть. Вообще помнишь, когда последний раз в такую жару тренировался? Нет, не помню, честно говоря. Вот сколько себя помню, 35 градусов впервые такое. А есть разница, тренироваться в 30 или в 35, или то и то уже невыносимо? То и то уже, конечно, невыносимо, но все равно надо переступать через себя. Ну, в 35 все-таки чувствуешь, что пота больше, устаешь больше. Да, да, есть такое, да. Ну, а твои личные амбиции? Все-таки уже конец Академии через год. «Динамо-2» планируешь ли уже в этом сезоне играть за эту команду? Да, конечно, планирую. Каждый из нас стремится играть как можно выше. Попасть в «Динамо-2», в молодежь, чтобы сам себя править, и чтобы основная команда тебя заметила, уже закрепиться там. Ну, Леон, мы желаем тебе удачи. Я надеюсь, у тебя все получится. Леон Сандензаль, друзья, один из лучших защитников нашей Академии. «Динамо-2» основной состав. Кстати, один из футболистов «Динамо-2004», Денис Давыдов, галкипер, уже с основой на сбор полетел. Да, поздравляю его, Денис, молодец, желаем ему удачи. Надеюсь, что все хорошо пройдет. Так, ну, это будет все зависеть от нас, как мы будем себя показывать. Дальше, если тренер даст шанс, будем доказывать. Ну, мы будем надеяться, что, во-первых, травма тебе странная будет. Спасибо большое. Во-вторых, ты прибавишь результативность в реализации. Много моментов в прошлом сезоне не забил. Прекрасно об этом знаешь. В общем, это был Степан Обрывков, нападающий команд «Динамо-2004». Слушай, ну, ты можешь прямо сейчас своего тренера попросить, но, может, он меня не посылает. Ну, вот, Степан Обрывков замечательно с нами поговорил. Другие есть игроки. Почему именно тебя? Ну, у тебя есть какое-то мнение, почему именно тебя посылают на интервью? Да нет, играли как-то с Краснодаром, там, проиграли матч. И меня вызвали, сказали, что тебе сказал. Ну, потом тренер после игры подошел, сказал, что правильные слова, сказал, может быть, из-за этого, не знаю. Ну, тяжело на камеру говорить. Ужас. Ну, конечно. Не то, что тренировал два часа в плюс 35. Да. Это же гораздо легче, да? Как бы там ни было, снова Евгений Ибрагимов все здорово сказал, все нам объяснил, было интересно. Такое практически мини-интервью у нас с ним получилось. Спасибо тебе, Женя, большое. Спасибо. Спасибо. А вот как потом заполняешь калории? То есть, я думаю, что вы во время тренировки сразу сбрасываете просто по килограмм 5, наверное. Как ты потом больше есть начинаешь? Не вредит ли это здоровью? Как вы с медицинским штабом это все решаете? Ну, я просто ем овощи, стараюсь больше овощей, фруктов после тренировок. Вот, никакого сладкого, ничего такого, выпечки ничего не ем. Ты в хорошей форме. Да, спасибо большое. Вот у нас есть врачи, которые нам скидывали питание, и мы его придерживались. А, то есть, был целый план, а вы по нему исследовали? А вы считали, прям там углеводы, белки и так далее? Нет, просто нам было предложено, вот на завтрак лучше есть, например, кашу, на обед курицу с макаронами, там суп, вечер овощи. Слушай, как думаешь, есть в команде те, кто не исследовали? Я думаю, нет. Я думаю, все ребята подготовились, все подошли очень серьезно. К данному вопросу. И все без лишнего веса вернули? Да. Слушай, ну это замечательно. Это был Дима Крупадеров. Замечательно на все вопросы ответил. Я надеюсь, что мы это в ролик вставляем? Да. Мы это в ролик вставляем. Это был Дима Крупадеров, защитник нападающий, возможно, будущий вратарь команды Динамо 2004. Я не знаю, как ребят тренируются в 35, но даже приставать со своими вопросами, общаться с ними, снимать это все на камеру в такую погоду достаточно тяжело. Тем не менее, рад, что мы снова спустя два года пообщались с командой Динамо 2004. Были новые лица, были старые, хорошо забытые старые. В общем, желаем удачи команде Филиппа Александровича Соколинского в будущем сезоне UFL1. Будем все это дело освещать. Это был канал Академии Московского Динамо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все как обычно. Все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok